здравствуйте уже мои студенты дисциплина охрана труда тема 13 обеспечение безопасности жизнедеятельности опасности среды обитания и сегодня мы рассмотрим пять вопросов первый вопрос эволюция среды обитания переход от биосферы к техносфере второй вопрос естественной системы защиты организма при эти понятия безопасности четвертый вопрос понятие опасности и классификация и пятый вопрос обучение по оказанию сам и до врачебной помощи и так в центре внимания дисциплины безопасность деятельности или мы сокращать его будем как бы же человек как сама цель развития общества протокол известный философ провозгласил следующий лозунг человек есть мера всех вещей что же это означает это значит что человек имеет ценность не только как рабочая сила которая нужно охранять в процессе труда но его необходимо охранять и в процессе всей его жизни независимо от конкретного местонахождения и выполняемой функции то есть это может быть быть отдых спортом занятия общественной деятельности и так далее то есть мы везде должны охранять нашу деятельность а что же теперь входит задачу безопасность деятельности это обеспечение как общей грамотности в области безопасности что является научным методическим фундаментом для всех без исключения социальных дисциплин безопасности человек освоивший освоивший курс безопасности деятельности способен распознавать опасности и вредности среда питания не навредить другому способен грамотно действовать в условиях чрезвычайной ситуации в задачи курса безопасности деятельности входят следующие вопросы это распознавание или мы сейчас говорим идентификации опасности то есть это вид опасности пространственные временные кар координаты величина возможного ущерба вероятность возникновения но и другие опасности второе профилактика выявленных опасности на основе сопоставлений затрат и выгод но и третьим является вопросом это порядок действия в условиях чрезвычайной ситуации в случае реализации опасности что же является объектом изучения безопасность деятельности это комплекс явлений и процессов в системе человека среда питания который отрицательно воздействует на человека и природную среду приоритет формирования и развития негативной ситуации практически во всех случаях также остается за человека лишь при стихийных бедствиях ему отводится соподчиненная роль к сожалению аналогичную ситуацию все чаще приходится наблюдать системе человек техносфера тех случаях когда техносфера доведена до состояния непригодного для существования животных произрастание растений и проживание людей человек теряет приоритетную роль системе человек техносфера и вынужден либо покинуть зону проживания либо расплачиваться своим здоровьем и продолжительностью жизни и так по данным профессора фэшбаха американской ученой в бывшем советском союзе неуконно снижалась продолжительность жизни особенно мужчин в 1964 65 года она составляла 66,1 года за последнее время она снизилась до 63,9 года то есть как вы видите продолжительность жизни все-таки не растет а снижается северных районах предполагаем продолжительность жизни не превышает 40 44 года северных там все-таки очень холодно люди практически получается не выдерживают хотя говорят там где холодно хорошо сохраняешься но тем не менее это совершенно не так средний продолжительность жизни казахстане составляет настоящее время 64,4 года это в целом а если разделить мужчин 59 женщин 70,2 года до средней продолжительность на данный момент как вы видите женщины живут дольше чем мужчины что же теперь является предметом изучения безопасности деятельности это объективная закономерность возникновения опасных и вредных факторов в биосфере и техносфере то есть это может быть производственной городской и бытовой среде также предметом изучения является анатома физиологические возможности человека переносить воздействие опасных и вредных факторов среды обитания в обычных и чрезвычайных ситуациях но и третье средства формирования комфортных и безопасных условий жизнедеятельности и сохранения природной среды правовые организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности но соответственно основные и вредные факторы обусловленные деятельностью человек и продуктами его труда называются антропогенными то есть опасные вредные факторы создают сами люди это есть антропогенные опасности природная среда также может быть источником опасных вредных факторов такие которые классифицируются как естественные это естественные опасности они возникают при стихийных явлениях то есть это может быть извержение вулканов землетрясения наводнений молнии и так далее к ним относятся повышенные и пониженные температуры окружающей среды это может быть повышенный фон радиационный фон сейчас она наблюдается обвал оползни сход лавин и так далее безопасность это состояние деятельности при которой с повышенной вероятностью исключено проявление опасности это возможно обеспечить только при решении трех основных задач это первая задача идентификация то детальный анализ опасности присущей изучаемой деятельности вторая задача разработка межзащиты человека и природы обитания от выявленных опасностей которые проводятся с обязательным выбором таких способов которые давали бы наибольший эффект защиты при оптимальных затратах третья задача для разработка мер от остаточного риска данной деятельности они необходимы потому что обеспечить абсолютно безопасно человек деятельности невозможно а что ж такое опасность это негативное явление обусловлено энергетическим состоянием среды действиями человека способны при определенных условиях причине ущерб всему окружающему сюда относится человеку природе зданиям и так далее что же является источником формирования опасности то есть это может быть сам человек как сложная система организм личность в которой неблагоприятная для здоровья человека наследственность физиологические ограничения возможности организма психологические расстройства и антропометрические показатели человека могут быть непригодны для реализации конкретной деятельности также источником формирования опасности может быть элементы среды обитания которыми для любой деятельности являются это предметы средства продукт труда используемая энергия климатические условия жизни и микроклиматические условия труда сюда входит это мы уже рассматривали на предыдущих уроках это температура влажность скорость движения воздуха также животное растительный мир коллектив людей отдельный человек также источником может быть процессы взаимодействия человека и элементов среды обитания и так у нас появилась новая новая терминология техносфера что же это такое это искусственно созданное замен биосфере биосферы людьми пространство обеспечивающие их комфортное проживание или производственной деятельности города промышленной зоны посмотрите на картине человек затем следующая оболочка у нас техносфера занимает за техносфера биосфера ну а дальше у нас уже что космос в двадцатом веке на земле возникли зоны повышенного антропогенного и техногенного влияния на природную среду это привело к частичной и полной ее деградации этим изменением способствовали следующие эволюционные процессы первое это рост численности населения 2 рост потребления энергии 3 массовое использование транспорта и 4 рост затрат на военные цели все это вот как раз таки привело к искусственному формированию техносферы и так опасности какие же виды опасности посмотрите классификация опасности приведена в следующего вашей таблице опасности классифицируются по пресс по происхождению посмотрите они бывают свою очередь природные техногенные антропогенные экологические социальные биологические опасность по способу воздействия физические химические механические биологические психофизиологические по месту локализации литосферные опасности гидросферные атмосферно-космические то все эти понятия вам известны по наносимому ущербу они бывают социальные технические экологические ну и так далее по сфере проявления где эти опасности проявляются на производстве то и иначе называют производственные бытовые то есть это может быть дома спортивные дорожно-транспортные следующие по последствиям опасности они приводят к что к заболеванию травма утомлений пожары по характеру действия бывают пассивные активные опасности и по времени опасность это импульсивные и кумулятивные то есть импульсивные то понятно это вот сразу возникает кумулятивные она очень долго развивается а что же такое наука которая занимается вот опасностью классификации всех этих опасностей эта наука называется таксономия то есть классификации систематизации сложных явлений понятий объектов называется наука таксономии и перед вами я уже вам показала классификации опасности по признакам итак следующий вопрос это оказание первой доброчемной помощи пострадавшему это какую же помощь мы оказываем перед вами ребята я собрала пункты по которым нужно пройтись и знать запоминать первая классифицированная помощь квалифицированная вернее помощь простите оказанная пострадавшему может спасти его и уберечь от тяжелых последствий поэтому каждый человек должен уметь оказывать до врачебной помощи не следует отказываться от оказания помощи пострадавшему и считать его его мертвым только по отсутствию таких признаков как дыхание или пульс поэтому всегда нужно проверять дышит ли человек если у него пульс первую помощь пострадавшему при несчастном случае необходимо оказывать следующем порядке первое освободить пострадавшего от дальнейшего воздействия на него травмирующего фактора вынести на свежий воздух расстегнуть куговицы стесняющую одежду то есть дать человеку дышать второе провести искусственное дыхание остановить кровотечение наложить повязку шину то есть искусственное дыхание мы проводим каких случаях когда человек плохо дышит когда он не может самостоятельно дышать и третье это уже вызвать скорую помощь или доставить в ближайшую больницу любым транспортом соблюдая при этом все правила конечно предосторожности итак рассмотрим виды трав и что нужно в таких случаях делать и так переломы и вывихи переломы бывают открытые и закрытые при закрытом переломе кожа не повреждена рано соответственно что отсутствует а при открытом переломе и кровотечении жгут накладывать выше раны то есть ближе к туловищу но не очень туго лишь для остановки кровотечения первая помощь при переломах заключается в обеспечении неподвижности кости в поврежденном месте который достигается наложение шины в качестве шин можно использовать дощечку палку все что будет находиться под рукой все что вы найдете шину может нужно точно пригнать конечности боков а по длине она должна захватить не менее двух соседних с переломом суставов иначе не будет обеспечена неподвижность костей вместе перелом то есть мы должны создать неподвижность она не должна двигаться накладывать шину поверх одежды либо кладут под нее что-нибудь мягкое вату полотенцем нельзя касаться руками рано чтобы не занести микробы не следует обмывать присыпать чем-либо или прикладывать к ней листья бумагу вот перед вами рисунок как накладывать шину и на ногу следующий вид опасности или травма это растяжение мышц и связок именно вот этот вид опасности он чаще бывает растяжение связок чаще происходит в галеностопном и в лучезапястных суставах галеностоп вот здесь вот они бывают и лучше запястных и где-то вот здесь вот на руках реже в локтевом и коленном локтевом то есть вот где локоть и где колено в области сустава возникает припухлость отечность движение его ограничиваются соответственно через некоторое время из-за разрыва вот этих мелких сосудов или капилляров на чему говорю на коже появляется кровоподтек то есть у нас сильные покраснение при растяжке связок необходимо создать покой поврежденной конечно 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 пострадавшего следует уложить и прикладывать к больному месту холод пузырь со льдом или холодной водой и смоченной воде полотенце для чего мы холод создаем холод он способствует остановке капиллярного кровотечения уменьшает отек и успокаивает боль соответственно тоже через полтора-два часа если боль и отек уменьшились поврежденный сустав туго перебинтовывают при растяжении мышц повязка не нужна в этом случае на больное место сразу же после травмы кладут лед холодные или свинцовые примочки однако если после травмы болезни и припухлость выражены особенно сильно и пострадавшись совсем не может стопать на ногу или шевелить рукой то на поврежденный сустав нужно долго бинтует а сверху накладывать шину то есть не было лишних движений так ушиб механическое это повреждение тканей мягких тканей или органов без нарушения целостности кожи чтобы уменьшить боль и про кровоподтек на ушибленное место необходимо сразу же положить смоченное в холодной воде полотенце охлажден охлаждение ушибленного места проводят течение 40 50 минут после чего накладывают повязку а при острых отравлениях ядовитым парами и газами необходимо вынести пострадавшего на свежий воздух затем если известна причина отравления нужно оказать пострадавшему пояс помощь смотрите перед вами таблица первая таблица здесь представлены вам симптомы отравления и иду врачебная помощь вот сейчас посмотрите наименование веществ я просмотрим только некоторые варианты остальное думаю вы прочтете и так пары кислот если вы отравились парами кислот то симптом отравления что может быть это сильный кашель удушье что для этого нужно делать надо вывести на свежий воздух или дать свежий воздух покой немедленная врачебная помощь то есть нужно будет вызвать скорую помощь аммиак отравление аммиака симптомы какие раздражение дыхательных путей слезоточения потери голоса слюноделение кашель опять-таки везде во всех случаях свежий воздух нужен покой при потере сознания искусственное дыхание ну и соответственно врачебная помощь пары ацетона это головная боль головокружение тошнота слезоточения здесь стоит прочих это означает то же самое что в предыдущем случае аммиак какую помощь нужно оказывать но и так далее вот теперь посмотрите в основном здесь могут быть пары ртути зачастую бывает вот пары ртути что нужно делать какие симптомы металлический вкус во рту слюна деть течение что нужно делать врачебная помощь естественно и внутрь дать яичный белок так сернистый газ его симптом раздражение слизистых оболочек отдышка посинение слезоточения вот а врачебная помощь промывание носа раствор соды и так а если случае отсутствия данных о характере принятого яда необходимо срочно достать этого человека в больницу так правильно свое время наказание при помощи при помощи при ожогах позволяет предотвратить тяжелое осложнение нельзя допускать чтобы человек на котором загорелась одежда бежал его нужно что делать срочно накинуть на него пальто или брезент попытаться потушить пламя водой землей или песком при тепловых ожогах первой степени которая характеризуется краснотой оказывающий помощь должен охладить место ожога водой или воздухом засыпать содой а затем наложить повязку при ожогах второй и третьей степени нужно предварительно защитить повреждения от загрязнений куском стерильной марли или бинта смоченным спиртом или одеколоном отправить в больницу если ожог обширный то лучше не раздевая пострадавшего обернуть его чистой простыней уложить и нахвыть идеалом до прибытия врача пострадавшего следует напаять теплым сладким чаем и создать ему максимальный покой при первых признаках теплового шока это может быть бледность слабый пульс у человека нужно дать 15-20 капель настойки валерианы то есть нужно обязательно успокоить человека иначе он может еще больше себя наблюдить при химических ожога кислотами еще и щелочами обожженное место надо немедленно промыть к большим количеством проточной воды а затем случае ожога кислотами промыть раствором соды а при ожогах щелочами слабым это 1 и 2 процента растворами уксусной или соляных кислот и обратиться к врачу при ожогах фенола то есть карболовой кислоты вместо ожога следует обильно промыть этиловым спиртом а при попадании в глаза промыть их раствором и так перед вами картина как вы видите здесь степени ожога первые степени только поклеснение вторая степень здесь уже появляется пузырьки на коже но и третьей степени это уже посмотрите почти об углевание идет чернота но и возможно до костей уже сгоревшие тела окну конечно нужно холодной водой проточно промыть говорят но и перебинтовать чтобы не попал вирусы итак а что же нужно делать профилактика и доврачебная помощь при облучении до самое опасное оно состоит в надевании противогаза или в атомалии в повязке защитной одежды быстрейшем удалении из зоны заражения вне зоны заражения проводится механическое удаление радиоактивных веществ с одежды и самообороны обработки при подозрении на попадание веществ внутрь организма прополаскивают рвот и вызывают рвоту дальнейшие лечения проходят у квалифицированных рабочих то есть в больнице и так посмотрите первая медицинская помощь при радиационных поражениях перед вами очень красиво нарисована картину как нужно одевать маску и если вас попадает радиоактивно посмотрите она должна быть вокруг все закрыто плотно так смыть надо обязательно себе затем пить ее дистайкали таблеточку посмотрите пьет промывание желудка это называется вот эта процедура промывает желудок заливает сюда раствор попадает напрямую желудок и оттуда затем вызывает рвоту ну и завершение нашей лекции список литературы перед вами но и ответьте на следующие вопросы четыре вопроса перед вами пожалуйста можете ответить на эти вопросы на этом урок закончен до свидания спасибо 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 Продолжение следует...